Всем привет, всем здрасте дорогие друзья, с вами Кисель и мы закончили осмотр всего дополнительного оборудования в этой игре И теперь переходим уже к основному, да, это будет тоже серия видосов, буду записывать их практически подряд, выкладывать каждый день Потому что новых игроков в элите становится все больше и больше, тем больше сыгра по скидочке, онлайн подрос, горизонты объединили с обычной элитой И теперь просто, ну, большое количество людей вливается, и я каким-то образом все это дело пропустил И стал записывать сразу гайды, но не стал снимать обзоры различных типов снаряжения Ну что же, друзья, сейчас, как всегда, лайк, подписочки, колокольчик, космя-контент, поехали Естественно, естественно, смотрим все на нашем каттере, у него самые большие модули, если я не ошибаюсь, даже основные, ну, чтобы просто было понятно Давайте-ка залетим в основное оборудование и начнем с перебора корпуса Это довольно-таки интересная штука, давайте смотреть Смотрим магазин, их не так уж-то и много Начинается все с легких сплавов, совершенно обычное, все родное, все ничего не весит Да, этот модуль не имеет веса Сейчас я вам точно покажу это Узнать больше Подробности, класс, рейтинг, ничего вот в плане веса вы не видите Усиление корпуса 80%, сопротивление кинетическому минус 20%, сопротивление к термическому 0%, сопротивление взрыва минус 40% То есть, получается, лазерами сейчас по нам будет тяжело стрелять Кинетика чуть лучше, выстрелами по нам бы нормально так будет пробивать Хорошо, переходим в укрепленный сплав Который весит уже на секундочку 30 тонн И просто раздувает нам на 90% наш хул То есть, он был сейчас 720, сейчас стал 1080, что странно Очень странные значения почему-то, но ладно, фиг с ним Наши резисты остаются совершенно такими же и неизменными Пишут усилитель корпуса улучшенной конструкции с более качественных материалов Обеспечивающий повышенную защиту от всех типов атак Ну, в принципе, да Можно было сказать, просто делать наш корпус прочнее Ладно, композит военного класса Усилитель корпуса улучшенной конструкции с материалов армейского образца Обеспечивающий превосходную защиту от всех типов атак И еще сильнее нам бустит целостность нашего корпуса Довольно так ощутимо И можно было бы на этом остановиться, но нет У нас есть еще два различных типа Композит зеркальной поверхности Усилитель корпуса особой конструкции Разработанный для обеспечения превосходной защиты термических повреждений Уязвим к урону от артиллерийских и прочих кинетических орудий У нас становится хуже сопротивление взрывом Прям гораздо хуже И сопротивление к кинетическому урону становится еще хуже И нас просто пробивают во все дыры, во все Но сопротивление к термическому урону у нас поднимается С одной стороны вроде хорошо С другой стороны плохо И бонус здесь такой же как у композита военного класса Ну как бы и вес такой же Но что-то как-то вот это вот напрягает Не правда ли? И композит с реактивной поверхностью Усилитель корпуса из динамических реактивных ударопрочных материалов Обеспечивающих превосходность в защиту от Атака из артиллерийских и прочих кинетических орудий Уязвим к термическим повреждениям от энергетического оружия То есть сейчас, в данный момент У нас точно такой же бонус на раздув нашего хула, армора корпуса Как от этих предыдущих двух Но у нас тут все гораздо лучше с резистами У нас сопротивление к кинетическому урону повышается Сопротивление взрыва повышается, но падает сопротивление к термическому урону И если ребят брать, то брать только такое Сейчас объясню почему Вы можете с помощью инженеров нивелировать вот этот вот маленький штрафик, так сказать В минус 40% по резистам Да, вы можете его снять с помощью инженеров Убирать вот такую и такую вещь одновременно довольно сложно Бустить здесь все на композите военного класса тоже будет неудобно Но крепленный сплав тут маленький бонус Поэтому берем композицию с реактивной поверхностью Не жопимся на денежку Да, стоит дофига, но это ребята катер На других кораблях эта штука стоит гораздо дешевле И работаем с инженерами Сейчас покажу как Вот наш крелец и наш катер Что мы видим? Ну вот наш Lightweight L Это легкие сплавы Давайте сначала мы накинем сюда кое-что Допустим, я хочу сюда поставить раздубочку по структуре Ну то есть набор для усилиния корпуса Раз, набор для усилиния корпуса Два резисты повышаются, отлично Что мы видим сейчас по нашим резистам? Видим, да? Ставим реактив-сюрфейс композит Ну тот самый И у нас получается то, что взрывы у нас с определенной 24 Механическому 28 И тепловой минус 33 Вот это дело нужно сделать в плюс хотя бы 20 Чтобы более-менее нормально можно было жить Что мы делаем? Мы заходим сюда И у нас есть два варианта Либо мы делаем Heavy Duty Который увеличит сопротивление по всем параметрам И увеличивает корпус Либо сопротивление термическому Но если мы сделаем сопротивление термическому У нас упадут другие статы Что плохо Можно как через это работать Так и через 100 Ну не знаю Давайте-ка прожмем Посмотрим Так, видим Тепловой 20 Механический 20 Взрывной 14 Ладно, хорошо Попробуем по-другому Сделаем Heavy Duty У нас получится 27 31 И минус 26 Но при всем при этом Бонус у нас от этой штуки Стал больше по холлу Делаем так Далее Экспериментальный эффект Тут вот Мы просто ставим сопротивление термическому урону Или флэнкниг плейтинг На 10% Хопа У нас уже минус 16 Хорошо Продолжаем изгоряться В любом из кораблей Которые вы будете строить И которые вы будете использовать Не просто танкщитом А скажем Мультитанк Вам нужно, чтобы у вас еще были хорошие резисты по корпусу Поэтому вы будете ставить набор для усиления корпуса Что мы здесь видим Сопротивление взрывом Кинематическому, термическому повышается Хорошо Что мы можем сделать в данной ситуации Мы можем сделать опять-таки Heavy Duty У нас увеличивается сопротивление ко всему И укрепляется сам корпус Если сделаем термичку Ну, либо какую-другую То у нас будет довольно сильный такой Просет По остальным типам урона Поэтому делаем Heavy Duty раз Уже 1 на 1 И делаем на сопротивление Термическому урону 2 То есть уже есть 3.1 А здесь по 30 Хорошо И то же самое делаем с этим Получаем 19.3 Теплового резиста 40 такого 40 такого С этим уже можно работать Можно поднакинуть еще 2 Грубо говоря И у нас будет 47.38 Ну, в общем, суть вы поняли Но не забывайте то, что у нас есть общий Ну, общий, без резистов Относящийся, так сказать, ИКХП к резисту То есть 8000 урона от взрыва мы переживем 8000 урона от механики мы переживем 7000 теплового мы переживем Но Каустик Это у нас относится Ну, к таргоиду Ну, это да ладно Но еще есть такая штука, как плазма Которой наплевать на вашу резисту Она будет работать по этому А не по этому В общем, суть вы поняли А у меня на этом все, друзья Теперь, я думаю, вам стало попонятнее Что это за такая штука И как ее делать С чем ее есть И всякое такое прочее А у меня на этом все Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Жмахайте обязательно колокольчик Это нужно сделать Чтобы на река выходит видео На моем канале Также будет ссылочка в описании На плейлист со всеми видео Касательно LiveDentures Уже перевалило за 130 видосов Там и обзоры И гайды И стримы Все на свете Посмотрите, может чего-то вы об этой игре Да не знали Потому что такое вполне может быть Тут слишком много тем Для разговоров, механик И всего такого прочего Также будет ссылочка на инстаграм Группа ВК Дискорд сервер Телеграм канал Где публикуется информация В охотящих видео Плюс в Дискорде У нас есть болталочка Такая нормальная По различным играм И общая, и голосовая В общем, заходите Пользуйтесь на здоровье А Телеграм Но он сейчас пока пустует Люди что-то не хотят заходить особо Больше им приятно Как бы в Дискорде А на этом давайте прощаться С вами был Кисель Всем до встречи И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok